АПЛОДИСМЕНТЫ И вот сегодня Международная и Бухарестская приняли первых пассажиров. Этот день является добрым для всех жителей Купчино, потому что сегодня они получают очень хороший, замечательный подарок. Наконец-то в Купчино пришло метро. Этот район, как вы знаете, начал осваиваться в 60-е годы. Сегодня здесь живет более 300 тысяч человек. Поздравляю вас, наконец-то открылся и вход с канала Грибаеда в метро. Так что это тоже замечательный подарок нашим метростройцам, горожанам. В метрострое рассказывают, что сейчас осваивают 8 новых площадок. Среди них и продолжение пятой, фиолетовой ветки. Это будет новый, еще непривычный для Петербурга участок подземки. Хотя подземкой новые станции назвать можно лишь условно. Метро там выйдет на поверхность. Уже закуплено специальное оборудование. По одному тоннелю будут ходить несколько составов. Фрунзенский радиус станет напоминать окраины московского метро. Станция будет мелкого заложения, выйдет на поверхность к станции Южная. Соответственно, будет достаточно комфортный доступ пассажиров уже к самой станции, к поездам. Не будет таких наклонных ходов, как вот здесь мы сейчас с вами спускались. Еще одним долгостроем в Петербурге стало меньше. Проезд подопечально. Знаменитыми американскими мостами наконец-то открыли. Пока уложен только нижний слой асфальта, верхний положат весной. Не оборудованными остались и набережные. Благоустройством займутся позже. Главное для подрядчика было стать объектом в срок. С южной стороны набережной обводного канала автомобили поедут по шести полосам. С северной по четырем. В ближайшем будущем набережную будет не узнать. Помимо того, что она станет дополнительным транспортным обходом в центр, ее планируют сделать безостановочной. В нескольких местах набережная обводного канала станет двухуровневой. На ней построят тоннели открытого типа, точно такие же, как на Пироговской набережной и под Литейным мостом. Таких три развязки, три таких тоннеля открытого типа, действительно мы планируем завершить проектирование в 2013 году и провести строительство с 2014 по 2016 год. При этом я бы хотел дополнительно сказать, что губернаторам подготовлено письмо в адрес Дмитрия Анатольевича Медведева, одобрено, направлено в Минтранс. И Минтрансом подготовлена заявка в Министерство экономического развития по предоставлению субсидий Санкт-Петербургу в размере 34 миллиарда рублей. Нагрузка на транспортную сеть города растет. Петербургу нужно больше дорог и развязок. Просто необходимо строить новые переправы через Неву. А также задуматься об идее создания линии легкого трамвая из Пулково в южные районы города. И все это планы на будущий год. Но увеличение транспортной работы, открытие новых станций метро, новых автобусных маршрутов и повышение заработной платы работников транспортной отрасли неизменно повлечет за собой повышение тарифов. В среднем по всем видам проездных длительного пользования цена возрастет на 12%. Кроме того, стоимость разового проезда с нового года составит 28 рублей на метрополитене и 25 рублей на наземном транспорте.